Сегодняшняя тема. О том, что чиновники временно отказываются от точного общения с горожанами, следует из сообщения, размещенного на официальном сайте Смольного. В рамках принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 прием граждан сотрудниками Комитета по здравоохранению приостановлен, говорится в нем. Там же гражданам предлагается перевести диалог в онлайн-формат и эпистолярный жанр. В целях реализации права граждан на обращение в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21,04-2006 номер 59ФЗ, о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, предусмотрены следующие возможности подачи обращений в Комитет, в письменном виде по почтовому адресу, 191023, Санкт-Петербург, Улица. Малая Садовая, Д. 1, в электронном виде через сервис «Электронная приемная» на официальном портале администрации Санкт-Петербурга HTTPSLitters.gov.spb.ru Косая черта, закрывающая круглая скобка. Кроме того, в Комздраве сообщают о том, что дополнительно для сбора письменных обращений граждан в фойе Комитета по здравоохранению на Малой Садовой, один установлен ящик управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий. Представители Комитета также указали на то, что информацию о поставках в аптечной организации закупленных лекарственных препаратов, предусмотренных для льготного отпуска, и о наличии лекарственных препаратов в аптеках Санкт-Петербурга горожане могут получить в справочной информационной службе «Здоровье города» Тел. 635 55 66. А также по телефону Комитета по здравоохранению 571 0906 и по телефону Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Комитета по здравоохранению 246 69 86 в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в среду с 9.00 до 18.00, по дополнительному телефону 571 05 66. О том, когда в Комитете возобновится прием горожан, пока не сообщается, информация о возобновлении приема граждан будет опубликована дополнительно после принятия соответствующих решений. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.